Приветствую вас. Прочитал ваш вопрос. Давайте мы с вами его разберём. Значит, начнём мы с того, что ещё раз повторим тот вопрос, который вы написали в заголовке. Как простить мужу интимную переписку с другой девушкой? Здесь есть два основных момента. Интимная переписка с девушкой и, собственно, прощение. Что такое простить? Простить это не значит понять. Вот недаром, да, есть такое вот выражение – понять и простить. Понять – это одно, простить – это другое. Можно понимать и не прощать, а можно не понимать и простить. Простить – это значит принять. Принять – это значит позволить человеку быть тем, кто он есть. При этом не перенося на себя то, что он сделал. Ведь вы воспринимаете его действия как личное оскорбление у себя. Вы говорите, как можно делать то, что он делает, смотреть мне в глаза и говорить, что он любит, и заниматься со мной сексом и прочее. Но ведь вещи-то разные. И мужчины это очень часто разделяют. Мужчины разделяют любовь и секс. Мы сейчас не будем говорить о том, насколько это правомерно, насколько это этично и соответствуют морали. Мужчины это разделяют. Поэтому обращение складывается из принятия, из признания того факта, что человек не такой, каким вы его знали, из признания того факта, что, возможно, человек чем-то не удовлетворен, и из, скажем так, не связывания того, что человек сделал, с тем, что вы думаете о себе. Потому что главное препятствие на пути прощения, это вот именно связь. То есть если ваш мужчина вёл интимную переписку с девочкой, то это значит, что вам он нанёс личное оскорбление. Это неправда, это ошибка, так думать, и это, в свою очередь, говорит о том, что вы не уверены в себя. Не уверены в себе в том смысле, что, там, сомневаетесь, грубо говоря, сомневаетесь в, значит, ну, в своей ценности, сомневаетесь в том, что вы достойны, достойны, в том, что вы значимы, вот, в том, что вы ценны, вот, и так далее. То есть здесь вот примерно такая штука. Дальше. То, что касается, то, что касается интимной переписки, если мы говорим про, ну, если мы говорим про неё, про интимную переписку непосредственно. А здесь ситуация в том, что мужчина это делал по причине того, что ему чего-то не хватает. И вам желательно это признать, вот, вам желательно признать, что мужчине чего-то не хватает. И вам желательно признать, что об этом чем-то, что ему не хватает, он вам, скорее всего, не говорил. То есть, опять же, его слова о том, что он так делать больше не будет, и что он будет доказывать вам свою любовь, это крайне, ну, крайне деструктивная традиция. Самое целое. Дело не в том, что он что-то будет делать, или чего-то не будет делать, а дело в том, что он испытывает в чём-то потребность, и эта потребность в чём-то она не реализуется. Эта потребность в чём-то она остаётся неудовлетворённой. И очень важно это понимать, очень важно понимать этот момент, очень важно понимать, что, как бы, то, что мужчина, то, что ваш муж делает, связано именно с тем, что он в чём-то нуждается. И ваша страсть, ваши хорошие интимные отношения к этому, ну, с этим связи никакой не имеет. То есть, не имеет связи то, что у вас с ним хорошие, вот, как вы говорите, отношения. Поэтому интимную переписку с другой девочкой стоит воспринимать именно как попытку восполнить то, чего ему, мужчине, не хватает. Вот. Тем более, вы сами говорите, что, вот, вы видите, что он любит вас, вы верите ему и так далее. Ещё я забыл сказать, что прощение состоит также из принятия личной ответственности за то, что произошло. То есть, необходимо признать, что то, что случилось, вот, непосредственно с вашим мужем, это в том числе и ваша ответственность. Тоже. Не только его, но и ваша ответственность. То есть, вы приложили руку к тому, что он так поступил. Прошу заметить, что вас никто не обвиняет. Вас никто не винит, ну, в том, что вы, так вот, что так произошло. Вас никто не винит. Но, при этом, при том, что вас никто не винит, важно, очень важно понимать, что вы сами в той или иной степени приложили руку к тому, что произошло. Так или иначе. И вот, принятие своей личной ответственности за то, что произошло, также ведёт к прощению, потому что вы увидите связь между тем, что случилось. Следующее, что необходимо признать, это то, что человек, любой человек, склонен к определённого рода соблазну. И у мужчины, очевидно, появился такой соблазн, перед которым он не смог устоять. Хорошо это, или плохо ли это, мы сейчас опять же говорить не будем. Мы говорим лишь только о том, что есть. И соблазн, это проявление наших желаний. Не все желания осознаются, не все желания понимаются, и не все желания принимаются человеком. Поэтому, несмотря на вашу откровенность, которая безусловно является плюсом, вполне вероятно, что мужчина чего-то вам не говорил. Вполне вероятно, что мужчина о чём-то вам не сказал. Вполне вероятно, что мужчина о чём-то умолчал. И умолчал он об этом, может быть потому что стыдился, может потому что не понимал, может потому что не представлял себе чего-то. Но так или иначе, так или иначе, это его особенность, которой вы в той или иной степени подпособствовали. Дальше. Прочитала переписку у мужа с девочкой. Виртуальное и подробное описание секса, физическое влечение, жаление. Наверное, вы хотели написать желание в фото. Как так вышло, что вы получили доступ к переписке своего мужа? Ну, то есть, это же явно не совсем нормальная история, когда другой человек читает переписку, ну, один человек читает переписку другого. То есть, я хочу сказать, что это не нормально, что вы прочитали переписку мужа с девушкой. Либо это было чисто случайно, но, опять же, чисто случайно прочитать переписку нельзя. Потому что это, условно говоря, это выбор, когда человек читает переписку. Вот. И это не простой выбор, а это выбор, ну, я бы сказал, длящийся выбор. То есть, если вы, да, если вы переписку с, ну, вот, с девочкой читали, читали, то значит, вы хотели этого, вы хотели почитать переписку. С девочкой. Вот. А это означает, в свою очередь, что, возможно, были какие-то для этого предпосылки. Вот были какие-то предпосылки для того, чтобы вы, ну, читали переписку с девочкой. Вот. Дальше. Дальше идём. А я рассказала, что что-то знаю, но что видела переписку, говорить не стала. Это проблема доверия. То есть, вот, ну, то есть, как бы, речь идёт о том, речь идёт о том, что вы не можете, что вы не способны доверять. Ну, своему, как бы, ну, своему мужчине, да, вы не доверяете, не доверяете своему мужчине, видимо, до конца. Потому что вы не говорите ему о том, что, ну, что знали, что знали о, что видели его переписку. Вот. Вы не говорите об этом. И вопрос, который я хочу вам задать, да, это вопрос именно, именно вот такого плана. Почему? Если вы, ну, всё-таки видели переписку, то почему вы не сказали мужу об этом? То есть, означает ли это, что между вами нет в полной мере доверия? Означает ли это, что вы, ну, всё-таки, всё-таки чего-то боитесь? То есть, означает ли это всё-таки, что вы чего-то опасаетесь, означает ли это всё-таки, что вы чего-то стыдитесь, в том числе. Понимаете, какая штука? То есть, вот это вот, вот это всё, вот это всё, ну и создаёт такую какую-то общую картину ваших отношений. Понимаете? Общую картину вашего взаимодействия. Знаете, какая штука? И эта общая картина вашего взаимодействия, она выглядит как, ну во многом, во многом, как отношение на поверхности. То есть, когда на поверхности всё хорошо, а там в действительности всё, ну в действительности всё не так здорово, как могло бы быть. Дальше. Значит, он признался, что общается, играет в такие виртуальные игры с девочкой уже месяц. Извинился, обещал такое больше не повториться, очень меня любят и будет доказывать свою любовь. Ну, опять же, наверное, у него есть ощущение, что вы его, там, условно говоря, обвиняете в том, что произошло. Вот. Вот. Вы его обвиняете. Эм... Вы не поставили вопрос, эм... так... а чего тебе не хватает? Эм... 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 Почему ты... Так делал? Что ты в этом находишь? Что тебе нравится? Эм... Эм... Ну вот... Ну... В этом. Вот в том, что... В том, что ты делал. Что тебе нравится? Ну, ведь очевидно, да, что, если ты так поступаешь, значит, эм... ты чего-то хочешь. Так... Тут не изменяться нужно. 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 А... Просто... Выяснять. Выяснять почему. Вот так. Дальше. Эм... Любовь не надо доказывать. Она... 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 То есть, любовь это не то, что доказывает. Любовь это то, что либо есть, либо нет. Что самое интересное, у нас не было проблем с сексом и переписками. У нас всегда... У нас всегда была между нами страсть. Мы говорили открыто о своих желаниях и о сексе. Мы... Ну... Это вы так думали и, то, что вы говорите «мы», то есть, что вы не говорите только за себя, говорит как раз таки о том, что... но присутствует это ограничение, потому что если бы вы говорили бы вот только за себя, то я думаю, мужчина чувствовал бы себя гораздо более свободным. А так получается, что вы говорите в том числе и за него, когда вы говорите за человека, ну это всегда порождает, скажем так, это всегда порождает некоторые трудности, это всегда порождает некоторые проблемы. Поэтому я думаю, что вы можете с полной уверенностью говорить только про себя. Я думаю, что вы не можете говорить про другого человека здесь. Поэтому с вашей, вот именно с вашей позиции, это действительно звучит вот так, что у нас все было хорошо, у нас все было нормально. Вот, но это с вашей, это с вашей, с вашей позиции. Так, понимаете, это с вашей позиции. А с его позиции, все совсем по-другому. И его позиция здесь, она все же несколько более приоритетна, чем ваша. Потому что именно он, я имею ввиду, мужчина, именно он, что-то сделал. Что явно выходит за рамки того, что, как вы думали, есть в вашей жизни. Я даже думал, что по сравнению с моими подругами, у меня идеальная интимная жизнь, что мы друг другу даем все, что обоим необходимо. Ну, вот здесь вопрос вызывает то, почему вы сравниваете, почему вы сравниваете себя и подруг. То есть, вот вы говорите по сравнению, как можно сравнивать себя и подруг. И уж тем более, если речь идет о интимной жизни, которая у всех, в общем-то, очень индивидуально. Как вы можете думать, что вы даете друг другу то, что обоим необходимо? Тут не всегда можно понять, чего хочешь ты сам. Вы же говорите про другого человека. Пытаюсь ему поверить и простить его. Я верю, что он меня любит и что я ему дорога, но понять не могу и не надо понимать. Не могу понять, как в месяц можно сделать такие отношения, не могу понять, как осознанно можно делать такие шаги, поэтому смотря эти глаза мне, говорит, что любит, скучает. Представь мне, что хочешь в тебе еще заниматься сексом, параллельно вести другую жизнь. Как я и сказал, мужчины, мужчины разделяют секс и любовь. И ваш мужчина в этом плане не исключение. Еще раз, не пытаться понять другого человека бесполезно. Вам нужно просто принять, что так есть. Просто принять, что мужчине всего-то не хватает. Что у них было развитие отношений, что после знакомства можно довести общение, по перебиваться до такой близости. Я думаю, здесь вы, скорее всего, не знаете все ситуации. Это просто люди вот чисто общаются ради этого. То есть там никакого развития отношений не было. Но проблема в том, что это задевает вас. Проблема в том, что вы принимаете это на свой счет. Что вы думаете, что с вами что-то не так. Вы думаете, что это принижает вас. И вот на это нужно обратить внимание. Почему вас это принижает? Хочу его простить и отпустить себе желание. Нужно разобраться в себе. И возможно, вы чего-то боитесь. А возможно, вы просто не уверены в себе. Либо у вас проблема с наценкой. Косвенно. Косвенно на это указывает то, что вы сравниваете себя с подругами своими. Косвенно. Косвенно. Повторюсь. Хочу, чтобы у нас дальше не было проблем вести сексуальную жизнь. Чтобы не было поражения у меня. Но сейчас у меня не получается. С этим нужно работать. С тем, как вы восприняли эту историю. Вы восприняли это, вероятно, как измену. И, соответственно, вам нужна психотерапия. Вам и вашему мужу. Вы можете оба записаться на консультацию к специалисту. Обсудить вместе все, что произошло. Вы можете одна поработать с этим. Но еще раз. Главное, это те моменты, которые я назвал. То есть, принятие личной ответственности и обращение вашего внимания на то, что вас задело в этой ситуации. То есть, отторжение, ваше отторжение связано с защитой. Вы защищаетесь. На простом, от чего? От чего в себе, что вы стыдитесь, вы защищаетесь. Что осветило из ваших слабостей эта ситуация. Из ваших слабостей, которые вы не можете признать. Связано ли это с тем, что вы сравниваете со своими подругами свою жизнь? Или нет? Это вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Хочу, чтобы вы не забывали одну вещь. Иногда, чтобы понять, насколько человек дорог, нужно ошибиться. Иногда, чтобы понять, чего ты делать хочешь, а чего ты делать не хочешь. Нужно сделать что-то. И только тогда можно понять. И да, это болезненно. Да, это больно. Да, это неприятно. Это так. Но только таким образом можно иногда порой понять, что действительно для тебя важно. А что ли? Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.